Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о ключевом событии марта, да и фактически всего квартала, это заседание ФРС. Также разберем вопрос одного из наших слушателей, который оставил в предыдущем видео, вопрос относительно установки стоп-лосса и как это разумно делать. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если они вам нравятся и вопросы, которые у вас появляются, оставляйте в комментариях, мы обязательно к ним будем возвращаться уже в следующих видео. Ну а сегодня пройдет заседание ФРС, это фактически то, что ждут инвесторы уже несколько недель и тот вектор движения, который будет заявлен председателем ФРС с Джеромом Паулом, даст понимание того, что сейчас происходит в экономике и что ФРС ждет на текущий момент. Поэтому сегодня мы вновь поговорим о данном событии, потому что оно является ключевым для рынков на этой неделе, ну и фактически в марте. Фактически здесь нужно понимать, какие ожидания у ФРС идут относительно повышения ставок. На текущий момент мы с вами можем видеть то, что конечно сегодня вряд ли ставку поменяют и пока ожидания изменения ставки до 2023 года они будут неизменными, по крайней мере до этого Паул это заявлял, и вопрос останется ли данный вектор движения в том же ключе. Также важно отметить то, что Банка Америки, да, называет это событие одним из ключевых событий, да, критических событий, потому что здесь тоже важно понимать, что сейчас, как ФРС видит дальнейшие шаги, что они думают об инфляции, что они думают о росте доходности облигаций, да, планируют ли они обратный выкуп облигаций, и что они думают как раз о текущих там стимулирующих мерах, и как это будет влиять на рынок, об этом как раз и будет сегодня говорить Паулу, то есть мы сейчас пока строим предположение, уже по факту мы, конечно, обсудим это событие также в пятницу, и как на это рынки среагировали, а в целом мы видим то, что рынки сейчас продолжают расти, да, и S&P обновил локальный максимум, и Dow Jones, NASDAQ немного отстает, но об этих событиях мы, и почему это происходит, мы обсуждали это предыдущих видео, поэтому сегодня не будем этого плотно касаться, собственно, теперь важно, чтобы Джером Паул уверил, да, инвесторов в том, что текущая ситуация остается неизменной, да, если она остается неизменной, то, собственно, мы можем видеть продолжение роста фондового рынка, и увидите S&P там по 4000, но если будут какие-то сомнения, да, если будут опасения насчет роста инфляции, да, то есть, если что-то поменяется в его риторике, то, конечно, рынок на это может среагировать довольно-таки активно, а также важно отметить то, что многие, да, аналитики из разных инвестдомов также говорят, что риторика будет основной в том, что все выглядит лучше, чем ожидалось, но и все еще недостаточно хорошо, да, чтобы принимать какие-то дальнейшие шаги, да, ну, с точки зрения повышения процентных ставок и так далее, поэтому то, что будет заявлено сегодня, оно, собственно, и даст, как бы, следующий импульс или, там, восходящий или нисходящий для фондового рынка, поэтому с нетерпением этого ждем и обсудим уже более подробно непосредственно в пятницу. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке, да, и с чем мы подходим к данному заседанию, в принципе, рынки немного консолидируются, да, по ряду инструментов, по евро мы все еще видим продолжение нисходящего тренда, да, то есть уже последние несколько торговых сессий мы видим снижение по евро, а, собственно, цели данного снижения это отметка 1.18, да, и обновление данных минимальных значений даст дальнейшие предпосылки по снижению. С точки зрения торговых идей, да, с точки зрения торговых ситуаций, здесь важно, важно отметить то, что, да, тренд сохранит нисходящий, поэтому коррекции восходящие, которые будут, пока разумно используют для присоединения именно на снижение, да, по евро. А по британской валюте, здесь пока мы видим тренд восходящий, да, он у нас сохраняется на текущий момент на восходящей фазе, и, собственно, сегодня уже с точки зрения часового таймфрейма мы видим закрепление выше максимума, которые были сформированы вчера, поэтому я для себя эту ситуацию рассматриваю как возможность входа на продолжение роста, да, то есть если он будет. Стоп-лосс, отложенный ордер на вход я поставил чуть ниже, чуть выше минимумов, которые были сформированы вчера, на случай как раз более высокой волатильности, если рынок сможет продавить как раз в момент выступления ФРС, да, уйти ниже данного уровня, то по этой цене я бы в сделку вошел. Теперь как раз вот с точки зрения стоп-лосса, да, мы на других инструментах тоже это проговорим, но в данном случае логика с британской валютой, она выступает следующим образом, то есть важно понимать, что стоп-лосс мы должны ставить за тем уровнем, да, то есть ниже уровня, если цена будет уходить ниже этого уровня, то вероятность продолжения нисходящего тренда, она будет выше, да, то есть если мы покупаем, как в данном случае по британской валюте, соответственно здесь был выбор, во-первых, поставить стоп-лосс можно было за минимум, который был сформирован вчера, но я считаю, что этого недостаточно, так как у нас по британской валюте сформирован такой некоторый боковик, да, давайте посмотрим на четырехчасовой таймфрейм, это будет более наглядно видно и здесь мы видим, что да, вот у нас есть еще один уровень, это минимум конца, минимум начала марта, собственно здесь я принял решение, как раз ставить стоп-лосс за этот уровень, и поэтому моя точка входа находится ниже, да, потому что если бы я ставил стоп-лосс за минимум как раз вчерашней торговой сессии, я теоретически могу поставить стоп-лосс, ну, точку входа еще чуть выше, да, и вероятностью срабатывания была бы выше, но в подобных ситуациях, то есть у нас есть несколько минимумов, да, то есть мы видим на рынке боковик, то стоп-лосс в данном случае разумно использовать, когда мы убираем его за 2-3 минимума, в данном случае мы попадаем и на минимум, который был в феврале, и минимум, который был в начале марта, и минимум, который был вчера, то есть мы максимально защищаем нашу позицию от данного срабатывания, потому что если поставить стоп-лосс только за минимум вчерашней торговой сессии, то мы можем его немного переписать, подойти к уровням, которые были там в начале марта, и после этого рост продолжится, поэтому в данном случае логика она была такой, да, дальше посмотрим тоже и другие инструменты. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь, собственно, у нас движение нисходящее продолжается, мы обновили локальный минимум, тренд нисходящий, устойчивый, собственно, искать в точке входа имеет смысл после восходящей коррекции, которая здесь происходит. И вот еще один пример установки стоп-лосса, да, который был, который был здесь ранее, да, то есть ранее ту позицию, которую открывал. Собственно, позиция, которая была там у меня открыта 1 февраля, да, то есть на продолжение нисходящего тренда, закрыл я ее после того, как цена обновила максимум, которые были как раз 3 февраля, то есть не получилось серьезного импульса, да, серьезного нисходящего импульса, но опять же стоп-лосс изначально убирался за локальный максимум, то есть как минимум нужно находить локальный максимум, если это был импульсный рост, да, убирать стоп-лосс за них. Если у нас был, к примеру, боковик, то 2-3 максимума или минимума, как мы смотрели только по британской валюте, и затем, безусловно, нужно сделку контролировать и ее сопровождать, да, после того, как импульс произошел, то есть, конечно, наиболее лучшая ситуация, когда на следующий день мы обновляем минимум, который был до, да, то есть до входа в эту позицию, и тогда мы можем более чувствовать себя защищен в данной позиции, но здесь как раз так, как у нас был перехай одного из максимумов уже после моего входа, да, то есть на второй день, то здесь я из этой позиции вышел, потому что вероятность продолжения роста здесь как раз была более высокая. И вот, кстати, еще один противоположная ситуация, да, то есть точка входа, она была контртрендовая, да, то есть это была более рискованная позиция, здесь тоже это важно понимать. И здесь я открывал позицию как раз на рост, и стоп-лосс я также убирал за локальный максимум. Посмотрите, здесь стоп-лосс у меня сработал, но что это говорит? Был ли этот стоп-лосс ошибочный? Нет, он не был ошибочный, потому что в любом случае цена его пробила, да, то есть ушла еще ниже. Да, потом была у нас небольшая восходящая коррекция, но затем, посмотрите, цена ушла еще ниже до уровня 1.24, и фактически, если бы мы там не ставили стоп-лосс, то убытки наши бы росли. Поэтому здесь тоже важно, чтобы стоп-лосс, он нашу позицию защищал. То есть если мы ставим стоп-лосс, если мы ограничиваем риск, риски ограничиваем не более чем 1% от своего депозита, поэтому это тоже важный момент в установке стоп-лосса, поэтому мы понимаем, сколько мы можем потерять в каждой позиции. Поэтому в данном случае, с точки зрения установки стоп-лосса, важный момент это, куда мы ставим стоп-лосс, да, то есть убираем его за уровень или за несколько уровней, которые у нас были, если это был боковик, И контролируем размер этого стоп-лосса, то есть это может быть 1%, но лучше не более 1%, тем более если вы начинающий трейдер. И опять же важно иметь в виду то, что стоп-лосс мы убираем всегда за уровень, и исходя из того риска, который у нас есть, мы и выбираем точку входа. То есть мы не можем поставить стоп-лосс 1%, но чтобы он был внутри диапазона, то есть он должен быть всегда за. Теперь следующая валютная пара, американский доллар, японская иена, здесь рост пока продолжается, опять же чуть несколько замедлилось то восходящее движение, которое было в начале марта, но тем не менее импульс пока восходящий сохраняется. Здесь для следующих входов я буду ждать только коррекцию и по ее завершению буду входить, то есть пока здесь остаюсь у меня позиций. По австралийцу пока мы видим невозможность уйти дальше вверх, возможно сегодня ситуация поменяется, будет более волатильный день на рынке и возможно импульс восходящий сегодня получит как раз продолжение. Но с точки зрения входа, опять же здесь я для себя рассматриваю коррекцию в область 75-70-76, вот тогда я буду для себя рассматривать уже новые покупки, если цена не уйдет ниже отметки 75-77, то есть те минимумы, которые были в начале февраля. Поэтому пока здесь с точки зрения часового таймфрейма у нас также сохраняется пока движение нисходящее, вот как раз по его завершению я и буду для себя рассматривать вход. И та же самая картина по новозеландцу, да мы пока удерживаемся выше отметки 70-91, собственно подход еще раз к этому уровню и разворот в сторону восходящего движения даст предпосылки на вход как раз от области поддержки, то есть покупать по минимуму, продавать по максимуму. Поэтому здесь ждем. Золото, да вот еще один пример как раз установки 100 полос, сейчас я тоже его разберу. По золоту у нас продолжается тренд нисходящий, да пока импульс нисходящий не получил сильного продолжения, да сильного развития, поэтому сейчас я жду еще одного рывка вниз для того, чтобы перезайти в продажу по более интересному уровню. То есть сейчас в принципе уровни тоже неплохие, но нет подтверждающего сигнала на продолжение нисходящего движения, которое вполне может сформироваться сегодня. Собственно по золоту я открывал позицию как раз 15 марта, сначала у меня 100 полос стоял за локальный максимум, который был 11 марта, да то есть это была точка разворот, то есть он как раз был выше и максимум, которые были 2 марта, да то есть несколько уровней, то есть 100 полос был нескольких уровней выше, да поэтому я и точку входа выбирал ближе к этому уровню, да чтобы контролировать риски, потому что я мог войти конечно и чуть ниже, но тогда риск был бы выше, да то здесь я торгую от риска. Соответственно потом, когда у нас был первый импульс внутри дня, я перенес стоп лосс за максимум, который как раз был в этот день, то здесь стоп лосс да сработал, то есть я ожидал для себя импульс дальше продолжающийся. Но опять же, когда потом цена закрепилась выше локальных максимум, вероятность того, что будет еще один рывок вверх, она возросла, поэтому здесь я для себя принял решение как раз стоп лосс перенести чуть ближе для того, чтобы минимизировать риск. И как мы видим, сейчас пока движение с точки зрения чиселого таймфрейма, оно восходящее продолжается. Я буду перезаходить в том случае, если цена обновит минимум, который был сформирован вчера, да и тогда уже у нас есть еще одна точка, за которой мы убираем стоп лосс, это отметка 1741 и здесь уже перезаход будет более разумен. То есть здесь я жду данную ситуацию по золоту. Индекс DAX продолжает свое восходящее движение, да у нас несколько как раз рост, активность роста она снизилась, но тем не менее пока мы находимся в восходящей фазе. Заходить опять же на продолжение роста я буду только после коррекции, которые здесь могут быть сформированы. И то же самое по S&P 500. Вчера обновили локальный максимум, да, то есть не дошли мы пока до отметки 4000 и вполне вероятно, что может быть сегодня как раз на выставке. Вступление Паула мы перепишем эту отметку, мы видим, что остается совсем чуть-чуть до данного уровня, но если будут коррекции, то я для себя буду как раз эти коррекции на вход рассматривать на продолжение роста. Хотя сегодня может как раз и сформироваться тенденция нисходящая, то есть мы видим, что вчера волатильность была крайне небольшой, да и фактически всю неделю в ожидании как раз заседания на все меньше и меньше, да, но новостной фонд с точки зрения, ну, пакета стимулирующих мер уже отыгран и ждем Паула, да, ждем, что он скажет. По нефти марки Brent мы видим продолжение как раз пока восходящего тренда, да, то есть на дневном таймфрейме он сохраняется, а с точки зрения часового таймфрейма последние пару дней мы видели небольшую коррекцию, мы не ушли ниже отметки 67, это минимумы, которые были 9-10 марта сформированы. И сегодня, если нефть может закрепиться выше отметки 69,34, то тенденция восходящая по нефти может получить как раз продолжение. Но в целом мы видим такой боковик, да, консолидацию по нефти, но в целом пока тренд сохраняется восходящий. Поэтому сегодня ждем как раз заседание ФРС, обязательно разберем то, что скажет Паула уже на следующем видео в пятницу. Ну, а со своей стороны, если вам понравилось это видео, да, не забывайте ставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях, мы увидимся с вами в пятницу и поговорим о том, как завершается текущая торговая неделя. Всем желаю хорошего торгового дня, всем спасибо за внимание и до свидания.